Привет вам всем из нашего отпуска. Нереально я. Мы в Черногории. Тут очень хорошо. Просто невероятно. Здесь даже просто так хорошо. Здесь так хорошо. Здесь так вкусно. Здесь так тепло, уютно. Во-первых, здесь горы. Смотрите, какие здесь горы. И они везде, повсюду. И ты их объезжаешь. Всегда разные пейзажи. Здесь невероятное море. Просто вообще суперское море. Здесь даже в самых грязных местах оно абсолютно прозрачное. Это, конечно, одна из причин, почему мы так любим это место. Потом сюда родителям можно без визы попасть. Это тоже просто облегчение. сложностей. И что еще? Здесь очень вкусно. Здесь самые вкусные фрукты, которые вообще можно найти. Что же, что же, что же еще? И люди. Просто невероятно приветливые люди. Я не знаю, короче, я не вижу минусов. Единственное, лететь далеко. Меня тут охватила одна мысль. Я разговаривала с своей подружкой по телефону. Она живет в Питере. Мы вместе учились с ней. Я очень люблю. Она классная. И она мне... Мы давно не разговаривали. Обычно мы в Инстаграме переписывались, но после закрытия... Ну, короче говоря, какая разница? Не важно. В общем, за это время у нее всякие изменения получились интересные. И охватила какая-то жадность образования. Прям поглотила вообще какие-то книги. и она как будто не в себе вообще читает. До 20 книг в этот месяц. И мы с ней... Ну, я, конечно, стала спрашивать о чем интересного, о чем-то там, что ты любишь читать, какие тебе темы захватывают, художественные, не художественные. мы с ней зацепились немножко. А казалось, что она любит просто все подряд. От строения мозга до художественной классики. Ну, просто все подряд. И она прям... У нее ощущения... Я просто понимаю очень сильно хорошо. А жадность... Вот прям хочется все опознать, все узнать. У меня уже дошло до абсолютного какого-то ненормального поведения. Чего меня так сильно зацепило из этого разговора с ней? То, что мы с ней чем-то похожи очень сильно даже. Например, мы в школе с ней особо не учились. У нас были странные семейные обстоятельства. У нее тоже были странные семейные обстоятельства. И мы с ней в школе практически не учились. Мы где-то тусовались, еще куда-то ездили. Нам было пройти пешком ночью от Невского. Ну, короче, дико странные вещи мы с ней делали. Сейчас я вообще просто даже не могу представить, что двигало вообще, что двигало нами. И сейчас она мне рассказывает, что у нее просто поглотила какая-то жадность знаний. Ей хочется все читать, изучать. Причем не только какую-то там интересную литературу она читает, а там какую-то художественную, какие-то современные, я не знаю. Она читает просто все подряд, что ей интересно. Ей интересно про мозг, она читает про мозг. Ей интересно про нервную систему, читает про позвоночник, здоровье, психология, художественная литература. Все-все подряд. И внимание, она читает до 20 книг в месяц. Ну, это просто мечта поглощать так много. А вы знаете, что у меня не получается порой 4 осилить за месяц, потому что у меня куча там всяких разных других дел. Ну, вот она себе так сделала, что у нее получается. И вот я с ней разговариваю, я сама понимаю, мы с ней в детстве, видимо, мы с ней были огружены какими-то такими обстоятельствами. У нее в семье тоже было сложно, у меня в семье было сложно. У нас не было комфортного детства, что ли, когда ты можешь все свои мысли направить на узнавание что-то интересного. То есть у нас какое-то было невыживание, конечно, ну, как я не знаю, не могу применшать заслуги моей мамы, она прям старалась нам дать все вообще возможное, просто у всех была тяжелая ситуация, как бы никого, ничего не обвиняю, просто не было такой комфорта сел и учись, или там вот школа какая-то, которая способствовала, то есть я помню унижение в школе когда от учителей, то есть даже если какие-то были инициативы с моей стороны, даже просто элементарные, они не приветствовались вообще, сейчас у меня видите, сейчас у меня свои дети, я уже думаю о том, как бы мы создаем им множество возможностей, показываем им мир, как бы видимо даем то, что у нас не было возможно или может быть это как-то вот этот контраст такой срабатывает, что я вам сейчас все создам и лучших учителей, и любые школы, и какие хотите увлечения, и мир покажу, и любые лагери пожалуйста, выбирайте, вот это все я для них делаю, а сама вот сейчас я задумывалась как бы во-первых надо ли им это, потому что вот со всеми их возможностями я не вижу допустим такого жадного стремления изучать как у меня или у моей подруги, просто отсутствует, конечно же они учатся, конечно же они любят заниматься там своим балетом и керамикой и всем таким, но вот такой прям вот ну просто оставьте меня в тишине на час, я вот просто дочитаю эту главу, я просто не могу заснуть без этого я не вижу этого интересный контраст и вот как бы мои дети наверное проснутся когда они вырастут и скажут блин все эти вот школы и тому подобное просто это все фигья выпустите меня там в лес и дайте мне наклейки ягодик не знаю как быть как бы ты как родитель решаешь свои какие-то комплексы проблемы казалось бы даже вот такая вроде как бы суперполезная вещь как образование и возможности может быть это вообще никому не нужно и они сейчас я не знаю ребят скажите мне давайте я вам дом лучше покажу потому что он такой странный тут такие странные элементы дизайна что просто дом суперски классный ничего не могу сказать но некоторые меня просто конфузит вот это все некоторые вот эти вот вещи ракурсы какие-то они немного странные это например это дверь но она почему-то вот так чтобы туда выйти надо как бы вот там довольно страшно вот там вот так и обрыв и там далеко красотища нереальная на этот остров люди плавают мой муж плавает это все время а в прошлом в прошлом году Каролина туда сплавала это вообще для меня было надо было держать себя в руках на берегу а завтра мы туда поплывем вот так вот так где мама мы туда туда ты, папа, и я туда сюда да туда ты хочешь идти? не помнишь, как мы сделали? нет, мы не сделали да, мы сделали я тебе немного да, мы сделали нет, мы не сделали можно идти туда сейчас? ты, ты ошибаешься? как? Во мне просыпаются какие-то первобытные эти черты. Я не могу, мне надо обязательно собирать вот эти стекляшки. У меня собирательские гены просулись. Да, Агатик? У тебя Монте-Сори? Это оправданно. А у меня не оправданно. А дети надо сказать, мои собирают много. Странная вещь. Это не простой труд. Хочу сказать. Агатик, ты под дождь попала. Вырастешь, будешь грибом. Так что, да, в следующей неделе мы тоже здесь. Видимо, будет видео из каких-то поездок. Потому что у нас там 150 тысяч планов. Агатик? Спасибо. У нас там,ío…